Доброе утро, друзья! Только проснулся миллион планов. Короче, помните кроссовки Nike LeBron, которые я продал очень хорошо за 218, получается? Их сток X приняли и пишут мне. Короче, ваши кроссовки, ну типа новые, но они как шоу-рум кондишен. Это значит, что кто-то смотрел этикетку, кто-то обувал. Знаете, как в магазине стоят примерочная модель? Говорит, у нас на сайте существуют коллекционеры, им нужны только ни разу не тронутые запакованные кроссовки, даже несмотря на то, что они новые. Я такой, типа, думаю, ну классно вы придумали. И они говорят, мы вам их отправляем обратно. Я такой, окей, отправляйте обратно. Что сделал я? Как только они мне их отправили обратно, я перевыставил их на eBay и продал за 185. Да, потеря буквально 25 долларов, но я в этой же упаковке просто клею новый лейбл, сток X без каких-либо сборов, просто их вернули мне обратно. И я их отправляю. Плюс на доставке еще заработаю. Итого на 20 долларов меньше, но уже стопудово ушло на eBay. Помните контейнер, в котором мы нашли маленький? Такой, в котором были только книги. Так вот, одна книга продалась за 15. Я немного не понял, как, потому что обычно книги продаются за 3 доллара, но его купили за 15. После чего я сейчас все это отправляю. Мы с вами берем эту аппаратуру и нам нужно 3 часа ехать, чтобы в Неваду, в Мерседес не поместилось, поедем на Тойоте, чтобы в Неваду завести вот эту вот вещь в офис отделения Старбакса. Сережа попросил, я такой окей, поэтому загружаем машину. И сегодня у нас еще мини-путешествие. Аж в Неваду 3 часа, после чего оттуда ехать час до Рина. Рина это такой городок-казино, но параллельно там еще и красиво. Поэтому мы с вами еще заедем в Рину и оттуда уже где-то 2-2,5 часа будет ехать обратно домой. В общем-то у нас сегодня супер насыщенный день. Я тороплюсь нереально, потому что ну вот типа через час я уже должен быть у Алины, забрать ее, а мне вот нужно упаковать посылки, распечатать лейблы, завести их на почту и мчать к ней. Номер я продал за 20-ку, я уже боюсь, чтобы я не продешевил, потому что он или сувенирный, непонятно какой, но он подозрительно быстро ушел. Сразу, буквально в течение часа, 3 человека им интересовалось. Ну и в итоге типа через 2 часа парень подумал и за 20-ку его забрал. Притом, что я пытался найти в интернете точно такой же, я не смог. То ли это дилерский какой-то, то ли непонятно, но я посмотрю, за сколько он его выставит. Ну или может к себе в коллекцию. Понятия не имею, что это такое, но оно тяжелое. И им пользуются в Старбаксе. 6-7 часов за рулем объявляется открытым. Пришло время показать вам Неваду. На самом-то деле между штатами разница даже довольно-таки большая в законах. Когда здесь какие-то праздники, в Калифорнии вы не можете купить фейерверки, которые вы можете купить в Неваде. Поэтому, например, многие едут на ближайшую границу с Невадой, это где-то 2 часа, чтобы чисто купить фейерверки. Ну и в Неваде куча всяких таких штучек. Раньше, короче, когда в школе был выпускной, все ездили отмечать типа поездка в Неваду, чисто потому, что раньше в Неваде продавали алкоголь с 18, в то время как в Калифорнии с 21. Но, по-моему, лет 5-10 назад поменяли, что везде 21. Они начали так точечно по штатам. И в итоге сейчас везде один возраст, 21. Касаемо одних из самых популярных комментариев под контейнерами, почему бы не отдавать бездомным, детям, сиротам вот это вот все одежда. У нас уже был опыт выгрузить мусор, понятно, не просто легче. Я бы с радостью эти мешки брал, но часто все в готовых мешках отдавал, вывозил и все. Красота. Считайте, мне не нужно платить за вывоз мусора, плюс я еще и людям помогаю. Но по факту это не все так, как вы представляете. У нас уже был опыт, когда мы и мебель, и куча вещей. В общем-то, на это все выделяются довольно хорошие бюджеты, во-первых. И там бездомный может податься на бюджет в 700 долларов в месяц. То есть одежда ему не нужна. Одежду берут только если она постирана, поглажена, продезинфицирована. Вся мебель, игрушки, вот это вот все должно быть без каких-либо царапин, чуть ли не новое. Вы должны приносить все просто в идеальном состоянии, понятно? Если где-то пятнышко, вы прикиньте, мне перестирать все эти мешки, перегладить все эти мешки. При том, что и так приносятся довольно-таки много, что часть из этого потом продают, типа как в БУ-магазинах. Люди сдают бесплатно, потом за недорого продают. То есть на этом тоже делают бизнес. Нету настолько огромной потребности в этом, что они даже ограничивают вот эти рамки, что у вас все должно быть чуть ли реально не новым. Если вы посмотрите там одни из первых серий с контейнером, мы реально все отвозили в организации, которые помогают там и детям, и сиротам, и бездомным. Многие говорили, что им это просто не надо. У американцев вы можете сдать вещи на благотворительность и списать часть налогов. Поэтому и есть количество людей, и так довольно-таки большое, которые, чтобы списать налоги, гладят, стирают старые вещи и относят. А мне, прикиньте, когда я играю 3-4 контейнера в неделю, мне только 3-4 дня понадобится, чтобы все это перестирать, перегладить, отвезти. В любом исходе получится, что 3 из 4 контейнеров все равно придется выбрасывать. Поэтому такой прям нужды здесь в этом нету. Просто видите, оно им не нужно, если даже бездомные могут получать пособие в 700 долларов в месяц. Он себе пойдет, то Михил Фидер, Луи Витон купит и будет гасать по району. Мы уже чуть-чуть опаздываем, но посылки отправить надо. Я всегда пытаюсь отправить в течение первых двух дней, чтобы отзывы были хорошие. Все, теперь побежали за Алиной. Приехал забирать Алину, нам ехать 3 часа 10 минут. И в 2.30 будем там. Считайте, за день мы пройдем столько же, сколько ехать до Лос-Анджелеса, по сути. Может, даже чуть больше. Смотрите, какая прикольная навигация. Вам ехать 148 миль, что примерно 250 километров прямо. И все, и мы в Неваде, считайте. Я пытался подключиться, я подключился к уроку. Пропала связь, и оно типа начало переподключение. Она меня просто удалила вообще из конференции. Я теперь не могу зайти даже на урок. Надо будет ей писать, я не знаю, что произошло. Пока мы тут в пробке стояли, заказал как такую штуку, которую вы подносите к бриллианту, и оно показывает типа бриллиант или типа что-то того подобное. То есть можно будет сразу в контейнере определять, то ли это или не то ли это, что мне нужно. Плюс заказал, там было у них два огромных рулона, чтобы запаковывать посылки, и заказал переходник на HDMI для макбука. Я, короче, решил, что ремонтировать нет смысла. Я посмотрел, почем они уходят. И уходят, ого-го, по 400 со сломанным экраном. То есть намного дешевле мне получается просто выйти из всех своих аккаунтов, подключив его через HDMI к телеку. Вот, так я смогу видеть, как бы, что я делаю. Выйти с аккаунтов и типа нате. Как раз я напишу, что unlocked, я выйду с системы, подчищу, и у них будет чистый, просто с поломанным экраном. И сервисы на запчасти такие ого-го разбирают, потому что там еще ого-го сколько всего ценного есть. Они смогут в разы окупиться на запчастях, а мне-то что с ним делать? Ничего, дешевле просто вот так вот. Там воюем за контейнер. Тут прям огромный-огромный контейнер, и никто не хочет его отдавать. Там была ставка, что 130, я такой сразу оп, давай поставлю 250. Оставалось пару минут, и он просто рубил, рубил, рубил. Сейчас он выигрывает за 260. Осталось 270. Походу мне придется там до 310 играть, как-то так. Но там есть интересная вещь. Там, может быть, есть что-то классное. Посмотрим. Чего стоит только контейнер, в котором мы нашли макбук и куча всякого оборудования. Чего стоит контейнер, в котором мы нашли кроссовки за 50 долларов и там окупились в 6 раз. Хотя, с другой стороны, у меня был контейнер, который я сыграл за сколько? 320, по-моему. И там на нем еще 400 заработал тоже. Поверх того, что отбился, поэтому не знаю, не знаю. Уже вот практически в Неваде. А вон, кстати, вот, кстати, граница, видимо. Я думаю, это траки и машины взвешивают, когда они выезжают с Невады в Калифорнию. Траки там проверяют, и плюс вы, когда везете всякую агрикультуру, агрикультуру, там, семена и вот это вот все. В Калифорнии это все жестко контролируется, поэтому вас проверяют. Происходит рубилово не на шутку. Уже 320 ставка. И при том 320 моя. У-у-у, 330. Вот он наглый баклажан. 350 сейчас поставлю, наверное, но не больше. Я победил. Все, сейчас они будут звонить. Готовы, приезжайте. Ждем вас с деньгами, все дела. А я скажу, оп, а я завтра. Только заехали в Неваду, сразу ряд просто казино слева, справа. Потому что в Неваде все более лояльно касаемо казино. И, собственно говоря, в Неваду все в казино и приезжают. Ну, в основном. Особенно те, которые на границе. Люди так чисто, оп, переехали границу, поиграли, вернулись обратно. Поедем и едем. Поля, поля, везде поля. Вы, например, подъезжаете к Лас-Вегасу. Вы не понимаете, что происходит. Потому что у вас идет вот такая вот пустыня вокруг везде. И просто, на самом-то деле, маленький городок. Там с населением, я не помню, по-моему, 500 тысяч или миллион человек. Ну, там, относительно. Просто вот такая вот посередине пустыни. Оп, обвалили. Вот как будто вот на горе стоял Лас-Вегас. И проезжаете Лас-Вегас. Там, я не знаю, его немного. Он небольшой. Там, не знаю, минут 30-40 проехали Лас-Вегас весь. Едете дальше, снова пустыни. И все. Кажется, Лас-Вегас, там вокруг должно быть что-то. Вау. Нет. Вот вы едете. Вот то же самое. И вот там вот за горой, оп, стоит Лас-Вегас. Уронили его. И за ним дальше поля. И все. В Неваде, короче, вот у вас вот такие вот прямые дороги. И все валят просто нереально. Там, и у них спидлимит больше 70. То есть, это где-то 120 вообще разрешенное. И все едут под 150 вообще. Еще, если вы едете там, знаете, 120-130 как бы по-разрешенному. Они прям давят, говорят, давай превышай. Но здесь у них и штрафы другие. Если у нас там за превышение в 10 майлов, всего там 15 км в час, вы получаете штраф 300 долларов, то здесь это будет вообще, типа, знаете, может, долларов 80-150. В разы меньше. Заехали на заправку. А тут, оп, прикол, да? Это либо горячий источник, либо непонятно что. Видите, как бар идет. Прикольно. Чудеса Невады, смотрите. Чудеса Невады. Раньше в Неваду все ездили, во-первых, в казино. Во-вторых, за алкоголем. Но сейчас даже казино 21. То есть, сначала алкоголь вели, как везде 21 год. Теперь и казино 21. Так что, типа, оп. И уже все. Потеряли, потеряли много туристов. Вы прикиньте, какие это убытки просто для казино. Потому что, ну, огромное количество людей ехало прям на границу с Невадой, чтобы поиграть. А теперь, что в Калифорнии, что в Неваде, ну, типа, одинаковый возраст. Всем проще подождать 21, типа, и пойти уже в Калифорнии, понимаете? Есть тот самый Safeway, который нам нужен. И внутри есть Starbucks, куда нам нужно завести всю эту установку. Смотрите, парень отдыхает в траке нормально. Видите, они тут такие, ковбои ходят, все дела. Вот, посмотрите, какое разнообразие. Невада, Вирджиния. У нас калифорнийские номера. Прикольно, видите, разнообразный народ. Ковбой этот вообще с Техаса, я думаю, где-то заблудился. Вышел на охоту и жена сказала за молоком зайти. Да не благодари, что ты. Лешку, но я не думаю, что он поместится. И он такой там тяжеленный. Его сейчас надо бы как-то умастить. В общем-то, закинули. Они не знали, что мы приедем, ничего не знали. Они такие, ну, если мы заплатили, типа, за этот piece of equipment, ладно. Это мы его оставили, и они сейчас там будут разбираться, кто кому, когда его заказывал. Я говорю, ну, типа, заказали, заказали. Они говорят, ну, если не заказали, давайте. Ради этого, по сути, ехали 3 часа, но нам час до Рино. Цены для ресторана не калифорнийские. Боюсь, меня сейчас это сразу топором зарубят за то, что я на камеру снимаю. Тут к такому не привыкли. Тут тупо дикий запад, если посмотреть направо, налево. Сережа сказал, что место такое атмосферное. Но у нас это, точно на процентов 30 дороже везде. А? Красота-то какая. Каких цен давно не видел. На двоих поели за 25 всего. Жесть, я прям иду, я не иду, я качусь. Вот, а сейчас мы едем в Рино. В Рино это один из самых популярных городков. Вот, я когда-то был проездом в Рино. Мы еще, помните, не знаю, года 2 назад со знакомым тракистом ездили. И сейчас едем туда уже основательно погулять. Такой прикол. Во-первых, пенс 2,79. Это очень дешево по калифорнийским меркам. Прям очень. Во-вторых, вы посмотрите, 90 есть и 91. У нас обычно 87, 89 и 91. Здесь какого-то перепугу добавили еще 90. И каким заправляться, непонятно. Может 91 по здешним стандартам это типа как 100, а не 98 по русским. Сейчас полный бак будет где-то на доллару 27-28. Это прям дешево. Потому что обычно это 35-40. Мерседес я бы вообще здесь заправил, я не знаю, 37-40 долларов вместо 50. 27. Я такого не ожидал. Притом, что у нас почти пустой бак. В Калифорнии выливается. Ай! Я глубоко душевно шокирован. 27 долларов. Это прям мало. Это реально мало. Мне бы сюда на Мерседесе до бака 3 заправить. Невада такая невада. Вот парень чисто едет кукурузу собирать по дороге. Ну вот тупо, ну вот люди едут, а он, он сеет, жнет. По сути тоже село, только с казино. Смотрите, вот здесь, кстати, выглядит симпатично. Мы сейчас в ту сторону и поедем. Я вам говорю, реально выглядит как где-то. О, полицейский. Прям реально на него камеру направил. О, отделение полицейское. Он там стоил, ловил за скорость. Сколько мы ехали, 20, а можно 30. Так что мы там вообще даже не... Ой! За нами повернул. Ну вот тут чуть-чуть уже небоскребного есть. Такого тут уже посимпатичней. Смотрите, это уже отчасти что-то похожее на Сан-Франциско. В основном, такие за короной, там же какие-то лимиты должны быть и на казино, и на все. Поэтому... Кстати, мне нравится как это. Казино и напротив можно заложить имущество, сдать в ломбард. Вот по этой вашей Неваде демократичная. Доллар 50 за час. Это вам не Сан-Франциско, где по 5, по 6, по 7. Доллар 50 это наше по-людскому. Оп, 25 центов 10 минут. Смотрите, а это арт-проект. Ёжик называется. Зря лодку не взял. Мы бы сейчас как испытали, да как поплыли. Это была бы даже не прогулка на лодке, а рафтинг. Пока заметили, очень-очень много бездомных. Вот видите, там вывеска Рина, типа основная города, и пахнет четко прям травой. Знаете, девушка Бодидас не продает. О, какой ужасный принт, я прям его чувствую. Смотрите, как печально. Во-первых, почти все закрыто. Вот Харакс, я не знаю, как принять Харакс. Вот, это одна из огромнейших сетей отелей с казино. Ограждено, все закрыто, ничего не работает. Вы представьте, давать такому огромному отелю на несколько, наверное, тысяч номеров просто простаивать, плюс казино. Вы представьте, сколько оно в день зарабатывало, потому что оно тут одно из самых больших, одно из самых главных. А сейчас все закрыто. Это не подряпанные стены, это винтаж. Такое, конечно, я ожидал большего. Но оно в целом создавалось, как маленький Лас-Вегас. Нас в целом Лас-Вегас по сравнению там с другими большими городами Америки не сильно впечатлил. А Рина получается еще маленькая копия не сильно впечатляющего Лас-Вегаса. Там только центр красивый. Парень, по-моему, все, все, кроме руля и сидушки проиграл в казино. Два колеса, цепь, просто все. Входите в казино, смотрите, и все, и вы в здании. Сейчас мы вам все покажем. Хотел вам показать, каково это, там, доллар запустить, доллар нажать, доллар впустить. Но у них, короче, очень жесткие, касаемо 21-го. Поэтому я решил не рисковать. А вон, кстати, детские. Мы выиграли черепаху и пингвина, да? В первой ночи с одним пингвином, с этой, с одной черепахой. Мы решили валить отсюда. Я на самом-то деле чуть не выиграл. Вот такую вот, вот прям как Алина. Огромную вот такую вот. Но, короче, я аж 4 попытки сделал. Там надо было в бидон с молоком попасть в мячик. Но там так прикольно, что бидон такой расширяется. А внутри они, видимо, поставили, как эту сетку натянули, чтобы оно отпрыгивало. И я первые два не попал, пока приловчился к мячику. А он по виду легкий, а на самом деле такой тяжеленький. Следующий, попадаю вовнутрь. Оно как от батута отскакивает и обратно. Я такой думаю, ну не, надо сейчас полегче бросить, чтобы оно там осталось. Я даже легко бросаю. Оно его бум и обратно. Я такой, не, вы пытаетесь меня обмануть. Оно симпатично светится. Красиво. Здесь бездомные куда-то деваются. И становится прям относительно симпатично. Нас сейчас интересует только больше всего, что парковка у нас закончилась, ну, минут 40 назад, походу. Ну, вон, Тойота стоит. Это уже хороший признак. С штрафом на долларов 50-100 или нет, это уже другой вопрос. Город Рино. Вот, я давно хотел в него попасть. И вот я в него наконец-то попал, собственно говоря. Сейчас как раз ровно через центр проедем. И выезжаем на трассу в сторону дома ехать 2 часа и 7 минут. С итоговым результатом порядка 200 километров до дома. Проезжаем, получается. Да, здесь машины. И вот граница с Калифорнией. Если вы на траке, у вас проверяют, нет ли там, не знаю, свиней чужих, там, агрикультуры. Не знаю, корову там какую-то вы не нашли по дороге. Вот, у нас, я не знаю, у нас что-то просто, наверное, взвесят и все. Мы обратно в общей сумме порядка 7 часов за рулем. Но нормально. На часах 8.42, то есть мы даже до 9 еще справились. Отлично. Друзья, а на этом наш веселый влог заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, он вам по... Я надеюсь, он вам... Да что ж ты такое держать для телефона. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на инстаграм. Там вообще море всего интересного. Я вам говорю буквально там по 10 сторис каждый день. Красота. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я. Ну, в общем, как всегда. Всем пока-пока.